Пишем? А что мы пишем? Можно поинтересоваться, пишем. Друзья, здравствуйте! Сегодня Егор и Петр. В студии пятница мы решили расслабиться и по, так сказать, итогам нашего голосования, пользователя которого каждую среду мы устраиваем на jambox.ru, сегодняшним героем нашей трансляции стала игра подземелья Кремля. Как так получилось? Получилось так. Я предложил, пользователи выбрали. Дело в том, что подземелья Кремля была моей первой, 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 самой первой из всех первых игрой на ПК. Она поставлялась вместе с операционной системой OS2 Warp в 1996 году в магазинах Формоза, если вы покупали компьютер Intel Pentium 100 без MMX. И, значит, на диске с логотипом Формоза была, помимо операционной системы, игра подземелья Кремля и еще какая-то шняга для рабочего стола. Вот. Ну, это было ужасно. Это была самая страшная игра, наверное, кроме Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, в которой я когда-либо играл Эвер. Но поскольку подземелья Кремля — это очень старое дерьмо, которое было к тому же разработано российскими людьми из... Господи, не помню, как называется... Ньюки... Геллиас называется студия-разработчик, а издатель — Ньюком. Ньюком, вот. Это было так давно, и это было сделано в России. В общем, сразу два варианта против нас, что мы решили начать с того, чтобы прям сразу, так сказать, с установки. Потому что эта задача нетривиальная, друзья. Надеюсь, у нас получится. Чтобы вам не было так скучно слушать наши голоса, мы решили включить немного музыки. Итак, значит, на рутрекере было обнаружено две раздачи. Три раздачи. Одна — 3 мегабайта, другая — 13 мегабайт. Ни та, ни другая. И третья вместе с ней не запускаются. Не запускаются. Это что, это репаки какие-то были? Какая-то шняга. Один из них был эмулятор с Супер Нинтендо, причем. Супер Нинтендо? Эмулятор Супер Нинтендо. Гребаного. Вот. Поэтому мы сейчас идем на различные сайты. Как вы понимаете, мы с удовольствием связались с создателем Newcom. И, может быть, даже разработчик Гелиос нам помог бы, если бы все эти люди до сих пор занимались тем же, чем они занимались в 95-м. Смотри, известные сайты Old Games, DOS Games. Оттуда обычно много чего качают. Да. Игры Mail.ru. Рейтинг 1. Один голос, причем. Серьезно. Российский шутер. Давай после этого предлагаю всем вам, друзья, выдвинуться после этой трансляции, выдвинуться на gamesmail.ru.com.au slash pc slash games slash подземелье нижний поджопник Кремлья и написать рецензии. Я думаю, что трансляции в 2015 году будет достаточно для того, чтобы вы оценили игру подземелья Кремля. Я думаю, парни угорят. Да. Давайте поможем проекту Александра Кузьменко, так сказать, под заработку немного трафла. Итак, скачайте игру подземелья Кремля. Вы загружаете ее. Так, нам еще ждать здесь надо. Отличный сайт. Давай пока дальше пойдем, а это оставим. Так, подземелья Кремля, Dungeons of Kremlin, между прочим. От этих же людей, по-моему, подземелья Кремля, это продолжение. Более того, это продолжение игры Смута. Вот она здесь в рекомендуемых играх светится. Вместе с Рейзен Дэд. Вот. Так, где кнопка загрузить это дерьмо? Я читал, что у этой игры был какой-то, что-то вроде приквела с другим названием. И его считают, ну, не полноценной игрой, а какой-то типа демоверсии подземелья Кремля. Что-то таким. Файлы. Наконец-то я понял, как загрузить игру на современных компьютерах. Можно с помощью, да-да-да, подробной инструкции, скрепить флопи-носители. Дискеток всегда является полной, сохранены все игровые компоненты. Не требует инсталляции. Мне кажется, флопи-версия. Электронная копия диска с игрой, полная версия, требующая инсталляции. Большое слово, наличие диска в приводе. Привод-то есть у нас или нет? Ладно, короче, скачаем файл. Вот эта краткая справка. Ла-ла-ла, русификации. Тут даже русификация есть. Все есть. Классная версия. Все есть. Все есть. То есть пацанов, они работают для людей. Так, значит, DOSBOX. Что это, о твари? Упрощающая русская версия. Самый удобный на сегодняшний день эмулятор DOS. Пишет нам Микки. Везет Петру. Моими первыми играми были Fallout 3 и Шняга с винным дизелем. Я тебе говорю, я тебе говорю. Детство у меня было богатое. Что такое? На подземелье. Да. Да. Итак. 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 Ну что, ты готов? Куда он ее поставил, эту гадину? Так. Загрузки? Нет, программ файл. А, он уже куда-то ее поставил? Я тебе говорю, да, я же установил. DOSBOX. Отлично. Так прям сюда же можно экзешку, по-моему, пульнуть. Думаешь? Да. Где у нас подземелье наше? Сейчас, сек. Загрузки. Почему-то... Почему-то вот так он это делает. Вот так. Вон сколько у нас подземелья-то уже. У нас подземелье до жопы просто запустил. Кремлевский ужас! О, нет! Установить. Все. Так. А куда он поставил еще раз? Программ файлс опять? Программ файлс. Dungeons of Kremlin, Kremlin, что-то такое. Там же еще были отдельные программ файлс. Давай поставим игру еще раз и на этот раз посмотрим, куда мы ездим. А, вот оно. Смута. Это я... Мы двойной сборник сейчас. Кайфом он. Да с боксом встроенным! Да это же сказка, ребята! Вот и все! Вот и закончилось наше, так сказать, приключение. И начинаются ужасы из подземелья Кремля. Друзья, 95-й год, издатель Newcom, разработчик Гейлиос. Паплодируем этим людям. Это первый в истории российский шутер от первого лица. Знаешь, что мне кажется? Я очень рад. Я тоже рад. Но мне кажется, что у игры маленькое разрешение, поэтому она сейчас не выводится на экран у нас в трансляции. Да? Да. Вот сука! А рыжий куда убежал? Мне кажется, нам надо ее запускать в окне. Да, ты думаешь? Да. Сейчас мы еще разверимся. Должно быть! Ну-ка. Должно быть. Сейчас ты в окне, да? Да. Весь черный экран, но ты сейчас свернулся. Давай тогда все просто позакрываем лишнее. Подожди, почему черный экран? Мать ваша. Ну так потому, что разрешение не 1280. Так вот! Во-во-во-во! Она запаздывает просто твич, тупан! Ну да-да-да. Я тебе об этом и говорю. Поехали. Смотри, короче, все. Рай. Рай. Хоромы царя? Хоромы нечисти. Твою мать! Сейчас, слушай. Вот это вот сопли вот эти вот. Спасибо группе «Грязного из Нори Морс», но сейчас нам нужна музыка более настойчивого, понимаете, характера. Потому что... Потому что, в общем, сейчас будет происходить ужас. Хотя, впрочем, можно и «Грязные» наставить. Как ты считаешь? Там же будет, наверное, музыка в игре какая-нибудь? Да там говно, а не музыка. А знаешь, прикол, пока мы не начали, я вам расскажу короче историю, вы просто не поверите. Значит, на лето в школе нам давали задания, как всем. И я нарисовал комикс по мотивам подземелья Кремля. Я сейчас это вспомнил. Я прям нарисовал комикс, в котором группа археологов спускается из подземелья Кремля. Там на них нападает, в частности, призрак Ивана Грозного. Вы можете видеть, могли, видеть этот персонаж на обложках PC-версии игры. Вот где-то здесь он был. Вот он. Вот это я думал, что это призрак Ивана Грозного. В общем, да, творчество. Творчество изо всех сил. Хоромы нежести. Вот они, таинственные хоромы, поросшие ядовитыми грибами. Здесь столетиями пряталась нечисть. Двери с хитрыми замками, чарки с горьким пойлом и ковши с живой водою. Духи злых хозяев и летучие мыши-мутанты. Ваши предшественники сложили здесь головы против оружия и патроны. Проснувшееся зло надо уничтожить. Ну, так надо. Ладно, выключим звук, потому что, честно говоря, то, что сейчас будет происходить в игре, оно вас оставит под впечатлением. Я был в ужасе. Я реально очень боялся. Первая попытка, обратите внимание, надпись была сейчас. Так, во-первых, у меня нет оружия. Я начал без оружия. Да, и очень интересно здоровье в игре отображается. Слышишь? Давай, давай громче. Я сделаю погромче. Мне кажется, я тебя озвучил. Прибавилось 50 зарядов. Сколько-то было. Вот, короче, смотри, обрати внимание, значит, для тех, кто не в курсе вообще ничего, сердечки – это мое здоровье, пульки – это мои патроны. Значит, красная – это чарка с живой водою, а это, по-моему, кувшин с дерьмом. Смотри. Я подобрал предмет, и у меня сняли две, две, два сердца, две единицы жизни, вы представляете себе? То есть здесь, как в «Принц Перси» есть всякие отравы. Да, смотри, это гребаные мухоморы, ты думаешь, что это просто декорация? Нет! Отняли 10 лет жизни! Опа! Добрая каша дала мне 15 лет жизни. Интересно, у тебя здесь не здоровье, а годы жизни. Годы жизни я провел в этом позиции. Вот, ты представляешь себе, я маленький, иду туда, дверь открылась. Там уже летает мразь. Блин, это страшное дерьмо. Да. Такой ад. А там впереди, ты видел, тьма. Реально тьма. Пока, говно. А с шифтом можно бегать? Что можно бегать? А с альтом? Ну, слушай, набор... Стрейфится! Набор тракториста. Да-да-да, нормально. Смотри, там тебе память показывают, сколько у тебя. Нифига себе. Вот здесь, по-любому. Слева, слева, там была летучая мышь. Говнина. О, смотри, там... О, смотри, там... Иван Грозный. Я увернулся. Иван пришел. Вот вам мутантом. Это он? Это он? Кровавый боярин! Это был кровавый боярин. Я, кстати, смотрел летсплей в итоге пару лет назад. И я могу сказать, что дальше там начинаются такие лабиринты, что просто невозможно. А тут есть карта по табу что-нибудь такое? Херар-то тут есть. Я думал, нет. А можно разрушить бочку? Насколько это интерактивно? Может, ее можно съесть? Насколько... Так сказать... Бочку съесть нельзя. Мне хотелось посмотреть, насколько это интерактивный мир. Довольно интерактивный. Анимация почему-то у меня. Это 95-й год, насколько я помню. Да, 95-й. Хорошо, что мне пишут, что дверь открылась. А то непонятно, открылась она. А здесь уровни никак в Думе. Я так понимаю, плоские, как Вольфенштейн. Говнина! Ты представишь? Да, плоские, как Вольфенштейн, естественно. Ты тут забудь вообще. Тут вся игра вот более-менее вот такая. Нормально, нормально. Потом еще в смуту, если успеем. Убил мутанта. Если мы окончательно не угорим, в смуту еще поиграем. В общем, если вы живете не в Москве, то вот вам эксклюзивная экскурсия. Да, примерно так все это и выглядит. Да, несомненно. Что там за корова бывает? Нужен медный ключ? Ты что, оборзевшая? Ну, у нас нет медного ключа. Там за тобой еще две двери. Так, я их уже излазил. Так, давай посмотрим. Нет, а ты еще. По-моему, я через одну вошел. Мне нравится то, что здесь в подземельях могила есть. Да, супер подземелье. Ну, ты же понимаешь, это не подземелье. Это раньше здесь люди в Москве жили. Это древние поселения. Ископаемых москвичей. Всем вам кровососом крышка! Кричит наш главный герой в текстовой трансляции. Так-то, и не гундось. И не гундось, говнина. Видишь, эта игра придумывала в текстовой трансляции еще до ленты. Да-да-да, до твиттера. Прощай, пташка. Вот так вот. Бац на куски. Слушай, копирает великолепно. Где наш медный ключ-то? Да, кстати, где наш медный ключ, Маш? Вашу мать. А что это у тебя за оружие? Мне кажется, а нет. Это Бластов. Да, похоже на кусок арматуры просто. Это Бластер, который человек сделал из куска арматуры. Да, все так. Серьезное дерьмо. Да-да-да. Обрати внимание, причем, мы... Эту дверь надо открыть. То есть, мы пришли из ниоткуда здесь. Там мы не были, как бы... Тут мы тоже, как бы, не были. Хочется все-таки понять про медный ключ. Давай карту посмотрим. Может быть, это наказание для пиратов из 95-го года? Тоже такой очень обеззионерский ход. Так, карта. А вот там какая-то... Подожди, мы были везде. И получается, нам нужен медный ключ. Может, надо разрушить что-то? Может, надо выкопать? Съесть все мухомора. Возможно, есть... Давай, ты же профессионал в этой игре. Да, я... Вот тут кто-то кричит за стеной. Там, наверное, человек... А-а-а! Ты видел? Вот это серьезно. Все, бегом-бегом к медной двери, ребята. Слушай, интересно ведь. Мне нравится, какая здесь тьма. Буквально 20 метров, и ты ничего не видишь. И ты ничего даже не видишь. Видишь, она прямо исчезает. Да-да. Дверь открылась. Прямо передо мной. Нормально. Внизу не хватает подсказки. Типа, трай... Рулин... Как это? Рулин... Люлин аут. Почему я не могу? Слушай, а здоровье сейчас закончится? Мне почему-то не дали нормально сейчас это... Пострейфиться. Не знаю почему. Я же все правильно делаю? Да. О, мразь сюда прилетела. Да-да-да, румная мразь. А что, к чёрту? Одной тварью меньше. Это стиль Дюка Нюкема, только текстом. Да-да, это русский Дюк Нюкем. Путешествует по подземельям Кремля и ищет Ивана Грозного. Чтобы всё ему рассказать про современную, так сказать, про современную Россию. Они сейчас придут же, по идее. Да, они сейчас придут. Я его убил. Я его убил. Понятно, что слипуют. Патроны! Нет патронов! И ты туда побежишь при этом. Ну а как? Там же всё взято уже. Ты понимаешь? Смотри, какой здесь ужас вообще происходит. А там дальше, думаешь, врагов не будет, да? Эксплорейшн начнётся? Нет, везде будут враги. Это, кстати, изувер, вот этот вот, бас. Он менее живучий, чем летучая мышь. Это, сука, выпил у меня 10 лет жизни. Ты слышал звук рикошета? Вот этот вот. Мне больше нравится звук, как летучая мышь погибает. Ту, не мышь. А это тоже какой-то, знаешь, из стандартных звуков каких-то. По-моему, в Старкрафте я это слышал. Да, возможно, из библиотеки какой-нибудь взяли. Конечно. В общем, не бесплатно, а ворованно. Да. С Фидо там скачали. Ну. Что за ссал? О-о-о! Ни хрена! О-о-о! Говноеденный. Душегуб. Куда лезешь, душегуб? Пошёл отсюда, говноеденный. Так. А Маунтин Дью ты там не хочешь выпить? Не-нет. Маунтин Дью нельзя пить. Это помер боярин. Помер, помер. Вон там еще. Помер боярин Максим и чёрт с ним. Квас Никола пей Николу. Да, да. Это тот самый случай. Когда рекомендованы. И реки будут провожать. Ты глянь, сколько людей убили. Бояре-то. Бояре, сраные. Реально. Ты решил убегать? Я решил бороды сейчас буду им брить. Сейчас буду сечь. Я, суки, вам бороды, сечь сейчас буду. Бояре! Боярин! Иди сюда, боярин! А-а-а! Умираю! А-а-а! А-а-а-а! Ну это ужас, конечно. Это ужас то, что происходит. Происходящее ужасно. Я могу описать это вот двумя словами. Падение ждал, барин? Барин вообще ничего не ждал. А еще с той стороны меня подстрелять. Может, это специально летучие мышки? Стрелючие. Ты видел? Я сейчас просто как царик. Нет, там еще один барин. Сука! Вот серьезное дерьмо. Реально, я в раскладе. Ну ты нормально, ты как тракторист хороший играешь, что ли? Неплохо, да? Как прокачанный, прошаренный. Ого, там целая серия. Не, реально, тут секта целая. Была оперативниками... Ты что? Ты что? Ты что? Вон там еще кто-то, видимо, идет там. Он из стены стреляет, он невидимый. Инвизибл. Like Bruce Willis. Well, I'm not really invisible. Давай выпьем квасу. Квасу я с удовольствием. Живительного какого-то нужно. Плюс два. Только я уже перестал понимать, где мы, честно говоря. А, мне кажется, вход. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне нужен квас. Санны, мне просто нужен ваш квас, ладно. А может, где-то в начале игры мы что-то еще не выпили? Не, мы все там выживали. Сложная игра. Сложная, сложная. Реально, я переживаю. Минус один. Все! Сукин кот! Реально. Прохвост. Ху, ковш живой воды целый. Садил сейчас. Это была такая, это была непростая зона. Это была непростая зона. И это все еще попытка один, друзья. Как мы понимаем, игра не предполагает сохранений, поэтому здесь ваш успех измеряется попытками. Ну что, еще одна? Мне очень нравится еще, что на пути к двери для невнимательных игроков установлена ловушка в виде мухоморов. Сука ты! Сейчас думал, съем жопу и мухомор. А на шпаде тоже спрятано где-нибудь за бочками, где не видно ни хрена. Давай смотреть. Мне кажется, это где-то вот здесь должно быть. Должно быть, да. Суть потому, что здесь ужасная. Ой-ой-ой! А, подожди! Нет, вот там дверь. Вот там дверь, видишь? Все, говнина. Может, я тебя могу отсюда убить даже? Сто пуду! Я тебе говорю, а это... Это причем был не чит, как бы, понимаешь? Это был намек на то, что оттуда кто-то стреляет. И там надо проверить. Я вообще подумал, что это какая-то ловушка в стиле вот этих бревен в квейке. Ах ты сука! Я наступил на что-то, и оно съело 15 лет моей жизни! Это был Mountain Dew. Это был он. А восстанавливаемой жизни стал быть Ягуарчиком. Ну, это отечественная игра. Да, да. Ну, Ягуарчик вышел, поступил в продажу лет через 8, наверное, после этой игры. В каком году вышел Ягуарчик, друзья? Напишите нам в комментариях. Мы можем проверить этот факт. Реально, вот сейчас будет обидно наступить на Мухомор и умереть от этого. Вот это будет просто поганая смерть собаки. Так. Ладно, пацаны, дайте передышку. Нужно зелье волшебное. Патронов хватает. Ну, кстати, смотри, игра поощряет за то, что ты преуспеваешь. Я вот пришел в новую зону, тут патроны лежат, нормально. Можно потом оставить. То, что дверь не открывается, конечно, не искупился. Ягуар в продаже 16 марта 2003 года. Ух ты, ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Смотри, сейчас будет замес вообще не на жизнь, а на смерть. Я тебя уверяю. Ковш живой воды. Сейчас будет просто. Просто до свидания. Смотри, надо что делать. Смотри, надо бы манивать этих пидоров. Вот сюда. Мне кажется, я не попадаю в них. Не, не, надо... Иди нахер. Убивай! Сюки! Он через дверь стреляет. Дверь-то открытая. Все, пошла нахер. Давай, давай, давай. Так. Это был ликошет опять. Суперский. Опа! Поднырнул под пулю, понимаешь так? Слушай, чуваки реально слабее, чем ледя. Это еще мы считаем. Да, чуваки слабее, но они стреляют. Поэтому они опаснее. А, типа как лучники. Баланс, баланс. Да, 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 лучники в Варкрафте. Да, но мы видим два варианта врагов пока, поэтому баланс такой. Баланс понять просто во всяком случае. Понимаю. Так, тупой. Так, там секретная зона с кучей патронов. Я вижу нам туда. Я не жалко, у тебя патроны, потому что я сейчас возьму твои патроны. Почему лошадь вот эта издает звуки? Что они хотят? Смотри, дверь открылась, а не просто... Опустилась. Да, нам не просто сказали, что что-то открылось. Где живая вода? У нас очень мало здоровья. Вон она. Вся живая вода там. Вообще, до свидания. Так, давай, поехали. Что же вы все там на жизнь-то живете? Пошел ты нахер, мертвец. Вообще, конечно, игра не щадит, так сказать, потому что... Нормально, зато тоже напряжение. Отнимает, знаешь, мухомор 15 лет жизни, а живая вода дает 10. Это вот, конечно... Тем самым создатели подземелья Кремля, очевидно, намекают нам, что молодость-то не вернуть. Поэтому... Думаешь, в этой игре... Жрать всякое дерьмо нужно аккуратно. Думаешь, в этой игре есть... А боржоми бывает пить поздно. Вот это тот самый случай, когда ты себя натравил всяким мухомором и Mountain Dew, а потом решил минералочкой отпоиться, а уже все, организм не тот. Я говорю, ты нашел в этой игре философский подтекст? Нет, философского подтекста тут просто очень много. Очень много. Дайте черепа еще. Начиная с названия. Заканчивая, так сказать, всем, что происходит в тех самых подземельях. Вот, например, интересно, кто... Даже не то, что интересно, а объяснено, кто оставил патроны на меня. Понимаешь, мои предшественники. Это все, Макки? А сзади? Ни хрена! Да вы что там? Да что-то они прям лютут. Ценнель. Их там трое. О-о-о-о! Озвучка Гладборн, обратите внимание. Серьезно. Где мы? Может, авторы Гладборна забирали звуки отсюда? Возможно. Возможно, все так. Давай! Давай! Гадина! Слава тебе, господи. Так, и патроны. Вот. О-о-о! Вообще! С ума сойти! Звуков перезаряжающегося оружия не нашлось, поэтому касса звучит в момент подбора патрона. Так. Так-так-так. Ага. Так-так-так. Вот так. Ну, в принципе, я себя чувствую гораздо лучше, чем пару минут назад. Более-более чем, да. Мекка, пацаны! У тебя уже патроны... Если окажетесь в подземелье Кремля, налево, направо, два раза налево, прямо, убиваете всех этих членососов. Налево-направо-налево-направо, прямо-налево-направо-право-направо, лево! И там найдете комнату с патронами. Обязательно загляните. И они тебе уже не нужны. И они мне даже не нужны. И, возможно, они не будут нужны вам, поэтому зачем вам туда идти? Смотря, потолок-то не... Непростой, да, потолок. Что, все-таки своды какие-то, понимаешь? Да, а пол при этом все равно в игре плоский. Ну, растоптали. Я так понимаю, они вот сколько сделали движка, столько и так игру и выпустили. Ё-моё. Ты понимаешь, что я сейчас перешел уже за вторую дверь? То есть мы сейчас в третьей секции этого кошмара находимся? Туристическом. Я надеюсь. А это здесь несколько уровней? Или вот мы выбрали... Ты думаешь, рандом? Нет, мы выбрали хоромы нечисти. И после них будет следующий уровень какой-то? Или это эпизод называется? Я что, прошел уже через железную дверь и вернулся обратно? Я забыл уже об этом? Смотрю по карте. Да! Минутку. Это все как будто одно помещение. Смотри, там есть какое-то неизведанное место. Есть еще желтая дверь мы видим. Да, и внизу что-то неизведанное. В самом низу. То есть мне сейчас назад, налево-направо вот эти упражнения опять... Вот так сейчас. Поймем. А, все правильно. Через это я уже прошел. Да, это три эпизода в игре. Мы сейчас в первом. Да, все правильно. Мы же выбрали. Это как книги Deep and the Dead. Да-да-да-да-да-да-да. В Думе. Кни. Кни, да. Кни. Кни Deep and the Dead. А, так. Тут я могу пройти направо и посмотреть, что здесь. А здесь, собственно, почему-то написано, что... А, в соседней комнате какой-то. В соседней комнате? Да, что-то слева. Что, хочешь, чтобы я прострелил это? Может быть, они хотят, чтобы я взорвал бочки? Ну, с этой я сомневаюсь. Поэтому здесь немного патронов. Ну, не знаю. Непонятно. Надо как-то обойти это. Заре, можно же попасть в эту комнату, еще, может быть, снизу. Ну, если вот обойти все это дело. Типа вот с той стороны. Ну, да-да-да. Вот если по левому краю сейчас тюля. Типа вот отсюда, да? Во. Типа вот слева. По идее... По идее... Типа вон золотая дверь. Вон она. Да-да-да. Точно. То есть, по идее, мне как-то туда... А-а-а! Вот, смотри. Вот так. Так, а тут мы были? Ну, суть по тишине, да. Но, видимо, мы не помнили. А как что попасть? Вот это интересная задача. Непонятно. Совершенно непонятно. Так, ладно. Вот там внизу, короче, была какая-то зона, я вижу. Да, может быть, ты к этой золотой двери придешь с другой стороны. Вдруг уровень продолжается направо, вот через эту нижнюю зону. Меня только бесит другой момент, что здесь не помечено никаких дверей, понимаешь? Вот то, что ниже. Ну, слушай, тут... Хотя есть какой-то сортир вот здесь вот даже. Ну, да. Так, как отсюда выйти теперь, мать твою... Вот, началось развлечение в стиле дума. Да-да. Так. Ой, я даже могу двигаться прям с помощью карты. Только нет! Я не могу, здесь же мухоморы по всем. Да, они не отмечены. А, это мне предлагается выйти и пройти обратно. Зачем мне это надо? Нет, подождите. Ну, давайте поищем, пожалуйста. Ё-моё. Это было страшно. Так. Так, так. Да, по прямой. Потом направо и налево. Ага, и вот налево теперь. Ой-ё-ёй. А, так, собственно, здесь, в этом тупике, мы, кажется, обнаружили что-то. Вот это что там? Видишь, там что-то есть с той стороны. Туда можно попасть. Это какая-то табличка. Или что это? Свиток какой-то. Не пойми что. Говнище. Так. Ага, спасибо. Патроны взял автоматически. Нам надо дверь, видимо, будет искачивать. О! Сортир. А, мы же здесь были, были. Здесь был медный ключ. Точно. Ладно. Так, ну что же, вот самое. Time to get back. Так, а что же мы пропустили? Вообще непонятно. Это все за медной дверью. И дальше, видимо, начинаются истории, которые уже были. Ну ладно, сейчас. Походу, нам все-таки надо идти куда-то в сторону золотой двери. Да, но мы там все уже исследовали. Что-то, видимо, мы упустили. Вот тут должна быть, короче, секретная дверь где-то. Это самое начало, но... Давай смотреть. Она должна быть. Потому что, видишь, попасть в зону в ту, ну непонятно, как это может быть. Ну здесь, конечно же, нет. Не хочешь пробелчиком пробежать по стенам? Нет. Не хочу. Мне кажется, это не даст эффекта. Уверен, что они не научились прятать. Всю свою хурму. А, так подождите, это все-таки два разных помещения. Ну да. Вот это вот. Вот здесь я был. Да, только что ты оттуда вышел. Значит, нет. Значит, нет. Значит, нет. Даже огорчительно немножко. Так. Значит. А там кто-нибудь пишет вообще что-нибудь? Что-нибудь происходит? Нет, у нас довольно сегодня все тихо. Нам сказали, что бластер в руке похож на охотников за проведения. Возможно, так и есть. И подтвердили то, что озвучка в игре божественная. Так. Смотри, у нас же только два ключа. Да. При этом там золотая дверь. То есть, она третья. Мы где-то еще ключ потеряли. Да. В том-то весь смысл. И что, я не понимаю, как. А попробуй как-нибудь. СТО ПУДОВ НАДОБОЛО ПРОСТО ОТКРЫТЬ! Да ладно! Вот это да! Вот это игра! А теперь ищем ключ. Теперь непонятно, да. Здорово. Это я рад. Ну, хоть что-то. Собственно, круто, когда в играх есть такие моменты просветления. Да, да, да. Очень круто. Так, окей. Как попасть сюда? Я думаю, что этот ключ где-то вот за железной дверью. Вот в этих, там, скольких пяти комнатах, шести. Так мы сейчас за железной дверью. Да, и вот где-то здесь надо все это искать. За бочками или чем-то еще. Вряд ли они в начале игры его расположили. Да, ужас. Ужасно, ужасно, ужасно. Тут сейчас я нарвусь на помидоры. И потеряешь 15 лет жизни. Серьезно? На этом дерьме. Так. Что же ты будешь делать-то, господи? Это что тут вообще сплошные? А, это в сторону золотой двери. Да, ну не эта комната, видимо. Хотя были шансы. Давай смотреть дальше. Блин, обычно все за бочками где-то здесь прячется. Или в секретках. Ты думаешь, они решили расположить золотой ключ прямо в секретке? Слушай, ну до этого вот куда-то был расположен. Подожди минутку. А, все правильно. До этого же ключи располагались. Серьезно. Еще и не мешало это делать. Ну не то, что... А вот, может, за бочками? Нет, здесь я взбирал патронка жира. Что-то мы здесь брали. Кошмар. Просто кошмар. Подземный ужас. Нет, могилы копать еще нельзя. Это реализовали позже эти же разработчики в игре Hexen 2. Hexen 2 делали отечественные разработчики? Ну, естественно. Гелиос. Серьезно? Ну, конечно. Ну, камон. Так, ты думаешь, что здесь не может быть дуализма? Ну, то есть, типа... Типа в одном регионе два ключа сразу? Вот я... Я подозреваю этих парней в том, что они могли, в принципе. Знаешь, с одной стороны, думаю, что так люди не должны делать, но это отечественная игра. Просто видишь, внизу у нас не открытый регион. И... Я идиот. Если там такой же забор... Твою мать! Ногой! Задел ногой мухомор. Он впитался моментально. Слушай, точно, да? Пробельчик. Да. Пробельчик. Ну и тупое слово. Нет, ни хрена. Сволочь. А может, с другой стороны что-то есть? Да я вот не понимаю, где другая сторона-то? Сколько мы таких стен уже могли пропустить? Дощатые стены. Дощатые. Не как здесь бревенчатые, а вот такие вот дощатые, ссанные. Вот они опускаются, как мы поняли. Давай искать. Значит... Все, что похоже, собственно, на двери, это двери. Это двери. Как ловко разработчики пользуются одной текстурой в разные стороны. Да правильно, правильно. Экономия? Нечего, потому что расходовать средства к опусу, когда можно не расходовать. Карту откройте, там аппендикс такой, пишет нам Антон Шаталов. Аппендикс это вы имеете в виду внизу? Аппендикс. Человек называет словом аппендикс, видимо, все кроме аппендикса. Судя по этому заявлению сейчас. Верхней левой комнате. Верхней левой комнате? Это вот с... Огромная... Вот это пипирка! Вот она! Гадюка! Давай проверять. Да, там она. Спасибо, друзья. Но это не аппендикс все еще. Так, это пипирка. Да, это пипирка. Так, налево. Лучшая игра, реально, лучшая. Я с таким упоением давно не играл ни во что. Так, еще раз вперед и потом... И направо. Вот это пипирка в виде. Вот она. О, да! Золотой ключик. Казино из стрип-клуба. Антон Шаталов король. Антон Шаталов, реально, шатает. Мазараша пишет. Петр, пожалуйста, проведите еще одну трансляцию по DayZ Standalone. С того момента, когда вы играли с Артемом, прошло уже больше года. Ты посмотри на это, реально. Как мне двигаться? Аккуратно. Я открыл золотую дверь. Аккуратненько между двумя баночками Mountain Dew. Вот королевский гейн-дизайн. Ну-ка. Вот сволочи. А, нет, это патроны. А сейчас же еще врагов напустят реально сраными тучами. В этой комнате нет, ничего? Так вот, беть. Смотри, смотри. С того момента, когда последний раз играл в DayZ, прошло больше годов, и в игре много чего изменилось в худшую сторону. И тебе надо... Time to go! Ладно, пацаны, давайте это потом вот обсудим. Как видите, я здесь неожиданно лишился 15 лет жизни. И в связи с этим несколько напряг. Одним из уверов меньше. Да. Неплохие формулировки. Когда это дерьмо летит в тебя, это прям... Прям неприятно. Я знаю, что это такое. Это та самая верть. Вот так. Дорога из черепов привела двух людей к могиле, понимаете. Скорее так, двое закопаны, а 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 человек брошены так, а всего здесь 20 трупов. Это коридор 20 мертвецов. Серьезная заявка. Если вы увидите этот аппендикс, вы поймете, что вы там. Так. Это проход двух черепов. И сейчас вообще как ювелир проскочил. Так, понятно. Там, по крайней мере, делать нечего. Две. Лошадь опять выскочила. Слушай, а может это летучая мэш так озвучила? Да, да, да. Это причем такая старая традиционная забава озвучивших врагов, которые типа издают какие-то звуки. Так было, между прочим, в Quake 2 и в Quake 1, и даже в Doom. Ну, в Quake 1 все-таки... Ну, ты понимал, кто это? По звуку мог понять. Смотри, что это. Это ружо, пацаны. Давай. Я надеюсь, монстр не умеет. Не умеет. У-у-у. И все чарки совсем. Давай. 10 лет жизни вернул. Каша отдала еще 15. Итого 20. Ха-ха-ха. Ладно, хоть пушку возьму. Давай, бери пушку. Какой еще синий напиток? Гитарейт выпил? Да. Я как будто его держу вот так тебе. Понял? Мне кажется, он недостаточно высоко висит. Нормально, нормально. А патроны те же, да? А, у тебя здесь заряды просто. У меня заряды. Это я заряжаю, бери. Ну че, бомжи. Ты теперь кого-то на корабле повезешь. Да. По подземельям Кремля. Так. Кто-то стреляет. Вот там нарвался же. Все, иди сюда, гондоний глаз. Давай проверим. Пока. А, подожди. Стоп. Он вот там. Здесь же, как мы понимаем, супер-дверь. Есть дверь, а есть супер-дверь. С двух. С одного выстрела. Пока, говно. Ваншот. Реально. Кто-то стреляет все еще. Впереди он, видишь, там летит уже, дерьмо. Что, какой-то конь. У них брачный пиво. Говнина, я стал себя чувствовать уверенно. Так, так. И не гондось. Да ты, это супер. Ладно, посмотрим, что здесь. Я сейчас вам в тыл зайду. Сколько в игре концовок, спрашивает нас сейчас. Я не понял, пока не видел ни одной. Ой. Реально, с этой пушкой I'm like a king. Думаю, одна концовка точно есть. Я думаю, одной концовки достаточно. Вы напиваетесь маунтинг-зью и погибаете. Давно. Походу, за порно-актрису играешь. Я, походу, да. У тебя лёгкий, бля. Ой, да. Запор на охоте. Ой, так. Пади не ждал, барин? Мне сейчас, по-моему, опять скосило что-то. И сдох души губ. Супер вообще. Супер ружьё, реально. Да, это гораздо лучше. Давай в начале уровня. Горшок доброй каши, сука. Так, ну, я вот не понял, эту дверь... А, нет, это новая дверь. Глянь! Мы в конце уровня. Ты смотри. Взял карту. It's about fucking time, это называется. Вовремя нам карту дали, чтобы мы вернулись и всё прошли ещё? Нет, короче, красная, это, видимо, яд. Хотя нет, мухоморы по-прежнему не помечены. Вот, вот здесь самый. Ну, давай сходим какой-нибудь синий. Ну, короче, вот это между бочками, это патроны. Синий, это патроны. Мы же между бочек не забрали до патронов. Красная, хрен. А ещё один ключ нам не нужен теперь. Красная, видимо, лечилки. Дай попробуем открыть эту дверь. А там поди босс, прикинь, огромная сейчас, реально, выскочит. Ну, тебе с такой штукой ничего не страшно. Твою мать, что это? Сука! Твою мать, посмотри, она как веном в Человеке-пауке. Какая страшная. Я думал, это змея какая-то огромная. Смотри, от него... Бывай бабуля. Я надеюсь, я не сгорю, если возьму ступу. Просто кошмар. Вот то, что двери не анимированы. В моей версии всё было анимировано. Это что за... Это было галище какое-то другое. Исправим фраком... Исправим фраковую ошибку археологов. Уничтожили гнездо нечистой силой. Это лошадь у него в год. Всё, это весь эпизод. Подожди, подземная река впереди. Подожди, замурованная под землей русло. Давай здесь сразу. Не выходя из подземелий. Сюда вырвались духи зла. Из своей вековой могилы Притаились в заводях ведьмы. Воют воем духи бояр-нелюдей. Бесстрашный диггер. Оказывается, я диггер. Не порно-актриса. Должен прекратить им путь на волю. You killed my partner. А музыка реально такая, кунг-фьюри. А Маус Лука, нет? Первая попытка, сука. С первой попытки, между прочим, одолели целый эпизод. А я опять в полном аналии, без оружия, диггер. Бесстрашный реально. Зато текстура новая. У меня река не понесёт сейчас. Ты неси меня, река. А попробуй отпустить что-либо? Нет, к сожалению, не несёт. Вот в Дюки-Нюки мне? Не, несёт, слышь. Меня несёт река. Течёт ручей, бежит. Ручей называется. И я... Ничья, и ты ничья. А это скримеры, по всей видимости, такие, ископаемые. Ахахахахахаха. Ой, кошмар какой. Вон эта тварь. Да, есть такая... Она стреляет в меня, что ли? У тебя ещё оружия нет? У меня нет оружия, я должен противостоять кинетической энергии движущегося водоёма. И бешеные баки. А там, смотри, ты видел, сколько там зато жратует всякий крутой. Вот это да! Идите все! Так. И что, ты сейчас найдёшь? Я хрен его знаю, что я сейчас найду, кроме смерти своей. Не, знаешь, ты всё-таки не диггер. У нас нет вообще возможности войти. Ты понимаешь, что это бег с препятствием сейчас происходит тупо? А потом в конце, по всей видимости, до дистанции, я обнаруживаю какую-то пушку и уже зачищаю. Потому что вот к ним вход туда, изнутри. То есть я должен дойти до возможности посетить нашу... Только можно туда-сюда-то ходить. Ну, это не туда-сюда, это я... Ага, и здесь ничего нет. Ах ты чёрт, тебя дери. Гейм-дизайн. Гейм-дизайн. Это что за звук, интересный? Это же клаксон! Это же клаксон был, так что! Велосипедный такой, старый, автомобильный. Ретро. Ретро. Подземелье Кремля. Клаксон. Интересно. Река. Кто мог звонить в это время? В каком году разворачивались действия игры? Может, я из будущего? На самом деле. Потому что у тебя есть лазерный пистолет. Может, я из будущего, да. И я просто так вижу этих людей. Я из будущего прибыл к русским. Они все попрятались в подземелье, но я не останавливаюсь. Это на самом деле хищник. То есть это обычные русские люди, да? Да, я просто их так вижу. А, как гнида гадоидов. Да, да. Кошмар. Мне кажется, тебе в задницу попали. В задницу? А, подожди, это мне попали? Это меня пёкают. Да, у тебя, видишь, сколько здоровья ты уже. Не, ну это вообще проблема. А за мной никто не гонится. Я бы не разорачивался. Можно побыстрее обернуться? Пожалуйста. Нет, спасибо. Да, мне нравится этот медленный поворот такой здесь. Он типа ссыт. Ступор. В какой-то хоррор-игре был тоже медленный разворот. Да почти во всех. Да? Нет, именно в хорроре. Смотри, я могу быстрее поворачиваться с шифтом зажатым. Да? Ну, неплохо. Шифт влияет на скорость поворота головы. На скорость всего. Да. Не, ну это... Это реально скримеры тупо. Ты понимаешь, это срежиссированный такой... сейчас конец уровня сразу, да, будет? Скэри Мэйс. Вот. И в конце, возможно, опять выскочит какая-то баба яга вонючая. Почему я пошел сюда, не туда? Так, ну слава богу. Поверхность твердая. Я уже ноги все промочил. Ай-ай-ай-ай! Твою мать! Что с ней? Ну ты смотри, я оббежал. Я все время по периметру тупо, понимаешь? Где-то здесь должен быть вход. Где-то здесь оружие должно быть. Славь тебе, господи. Добрая каша. Что бы я делал без доброй каши? Что кругом злая каша. А вон, смотри, какая-то... Нет, это не дверь. Сейчас старуха же выйдет. Ты посмотри, старуха, во-первых, да, она за нами гонится, я думаю. Извините. Я думаю, да, сын. Вон она, вон она гонится. Смотри. Видал, дуплетом стреляет. Возможно, ее надо было выманить и, короче, посмотреть, что там. Тут, там ничего хорошего. Да, и нам тернать. А! Во! Опять говноедина. Твою мать! Как? Реально! Подождите, может, мне выбрать надо что-то? Королевский день дизайн просто. Я ничего не могу, ничего делать. Подожди. Суки! Может, надо выманить их обои и там посмотреть? Потому что там за ним дальше был проход, кроме вонючего говно. Кроме двери. Я реально, я в западне. Пацаны. Дверей не было в пути? Ни хрена не было. Там ничего, нет. Ну, смотри, вообще в пути есть какие-то элементы. Комнат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А куда я, почему я... Нет смысла уходить, не надо сюда уходить. Не-е-е-е-е! Говнина, 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 говнина. Все, так, я могу посмотреть, что здесь. Не могу, не могу. Ты уже который раз сюда идешь? Подожди, 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 а вот так, а вот так. Не ходили мы, не ходили мы с тобой, Дверь открылась, ла-ла-ла, ой-ой-ой, 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 сухоморы отняли 10 лет жизни, ой-ой-ой, ой-ой-ой, хей, не, ну это вообще, конечно, ой-ой-ой, не, ну это просто, это до свидания, сухи, сухи, а-а-а, такой бежит, а-а-а, в ужасе. Не, а где пистолет-то, вот я вот не понял, это, продли мучение, так, то есть пистолет я где-то, видимо, должен был найти по пути. Вдруг мы его в самом начале этот пропустили, не хочешь пробежать этот путь назад? Вообще, не, не очень хочу. Подожди, я же мог сюда еще вот зайти. Классно. Зачем? Классно. Супер игра, реально супер игра. Па-ба-па-ба-ба-па-ра-ра-па-па-ра. Или как там? Никаких секреточек нет, пацаны. Секреточек. Никаких реально секреточек нет. Как думаете, такой проект можно реанимировать на Текстартере? Наконим сами все звуки от Петра, попросим. Да, я думаю, да. И причем это надо делать не на Текстартере, а, короче, ну просто делать, получать гринлайт и выходить в стим. Я уверяю вас, игра подземелья Кремля сейчас может воспользоваться некой популярностью, если приложить к этому. Слушай, в гринлайте больше дерьма, есть более дерьмовая игра, чем то, что мы сейчас видим. Да, здесь по крайней мере есть какая-то, ну что-то. Все-таки надо отдать должное. Мне кажется, эта отлично игра подходит под... Что это там? Ключ. Вот где он здесь? Как туда зайти? Отлично подходит под Ксюшоу, например, формат. Это же инди-хоррор со скримерами. Ну да, это и есть инди-хоррор со скримерами, на самом деле. Многие инди-хорроры со скримерами современные хуже, чем этот. Здесь хотя бы есть какой-то лабиринт, челлендж там, типа, понятная механика. Туда ходи, сюда не ходи. Райвал Зет нам пишет, что лазерный пистолет слабее, чем дробовик. Да, 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 понимаете, это не фаллаут. В Тетрисе, наверное, разнообразие драйва и то больше. Что? Да вы что, с ума сошли, что ли? Не играй в свой Тетрис, ты что? Плохой. Мне кажется, она мне семафорит, короче, реально. Тихо, 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 тихо. Мне кажется, она мне порахнулась. Ты думаешь, откашливается? Урузья, берегите заряды, они, походу, быстро заканчиваются. Да мне не заряд надо беречь, а нервы. Мне бы вообще какое-нибудь оружие найти. Мне оружие надо найти. И годы жизни, надеюсь. Да. Заряд-то я сберег, как мы видим. К сравнению, звеню какую-то душили еще, когда. Да, эти снаряды летают. Белую. Пистолет был в начале уровня за решеткой. То есть мы говно. А где начало уровня-то? Как бы тебе по кругу сейчас не пробежаться обратно. Нам надо еще понять, где начало уровня. Где-то здесь? Да, это начало уровня. Я не понимаю, не понимаю. Петр, почти в начале уровня, есть дверь на повороте. Да. Это не хватит шифтом поворачиваться? Почему? Подожди. Это что, дверь? Да нет, не очень похоже. Вот пистолет! Ну, а, да. Так как нам к нему пройти? Там, ну, непонятно. Никак. Да не хочу я с тобой. Нужна игра Брутал подземелья Кремля. Брутал подземелья Кремля, да. Это хорошо. Это то, что нам нужно. Прямо сегодня. А не дочитка. Все, я... А, подождите. Да е-мое! Теряю форму. Так. Может быть здесь? Ну, а как еще-то туда попасть? Подожди. Ровно напротив. Ну, тут ровно напротив мухомора. Может быть здесь секрет? Нет? Так. Как туда попасть? Вот, понимаешь? Вот, вот это дерьмо. Вот здесь пистолет. А! Стоп! Слева. Вот тут, походу. Ты говнина, конечно. Ну ладно. Это вот это то же самое было путем к пистолету? Да, это путь к пистолету. Не плохо. Все, теперь, по крайней мере, можно сражаться с этими... Ублюдками. А, стоп! Там еще... А, тут тупо мухомора. Не понял. Так. Итак. Все, я иду. Я готов. Твою... Что, старая? Допрыгалась. Реально, тварь. И, судя по всему, не понимаю я. Нет. Нет у меня никакого, суть по всему. Давай. Одна стопа осталась. Подожди, а здесь может быть... Тихо. Эти фразы лучше, чем у Дюка Нюкема. Вполне возможно, что да. И обрати внимание, что говорящий герой, который до Дюка Нюкема, так сказать, все это... Да. Исполняет. Убил мутанта. Летучую мышь. А, по видимости, по всей это, короче, дневник Диггера, понимаешь? А, то есть как Fallout Show. Да, убил мутанта. Одна ступа осталась. Хорошо. В итоге, вот здесь вот ни одной двери не предвидится, да? А они еще и сквозь стену не идут? Все, патронов ноль. Мне кажется, это просто баг на счет стрельбы сквозь стены, но разработчики решили не исправляться. Подожди, а что с ними в итоге? Почему она как-то странно выглядит, как зияющий дракон? Ну, как нарисовалось. Как нарисовалось, так и есть, да? Да. А сколько таланта хватило? Ну, в общем, это было ужасно. Это было ужасно, друзья. Понимаете, когда ты маленький и все вот это происходит, мы сейчас-то орем от этого всего. Да, несколько стрёмных моментов было. Особенно, когда Баба-Яга первый раз. А здесь двери вообще, понимаешь? Если там двери хотя бы отделялись как-то от древенчатых самых, то здесь вообще непонятно. А вот, может, сюда можно войти? Может, и было нужно? А, нет. Нет, тут вообще непонятно. А там карта, кстати, лежит, и она бы нам не помешалась вообще ни разу. Конечно, в такой надо играть, конечно, в определенном настроении, потому что если ты более... А я всегда в определенном настроении. А это дверь? Да нет же! Это не дверь. Так, ну мы, кстати, пришли туда, откуда убегали, насколько я понимаю. Ну, то есть... Да, так будет, опять же, смысл не меняется от того, что у тебя патронов-то нет. Да, а я все к чему? Я все к тому, что там мы разогнали эту, значит, шоблу, и там были патроны. Давай попробуем. Вооруженный диггер вломился в подземелье Кремля. Убито несколько сотрудников. И пострадали летучие мышцы. Так... 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 Нет... Опять... Может, здесь секретная дверь? Да что, что это такое? Конечно, игра заводит в тупики. Здесь есть тупики, в которых нет ничего. Чтобы ты понимал, что ты можешь ошибиться и пойти не туда. Да, да, вот тут бабка была. Бабка здесь была, детка. А-а-а... Увернулся. У тебя патронов нет, не забудь. Да-да-да. Вот они. Да что ж ты за гадина? Все, я сейчас умираю, и я выключаю эту игру. Я больше не могу, это стресс поделать. Смотри, какая. Как в Half-Life, блин. Все, хватит в это играть. Друзья, подземелье Кремля, а также смута. Если вы хотите сделать на Greenlight современную итерацию этого проекта, I'm your man, короче, мы вам поможем с продвижением. Мы занесем. Да, и занесем, и озвучим. Все, с вами был Петр Егор. Добро пожаловать в Хорома Нечисти. И вот это вот все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok